Всем привет, это Дима Семенищев, джазовый контрабасист и аранжировщик и моя программа Сектор Джаза. Однажды в своем инстаграме я написал пост о наболевшем, о том, что многие музыканты Петербурга не записывают свою музыку или свои аранжировки в виде нот, а рассказывают их вам Вербально, в надежде, что вы все запомните и сыграете на концерте без ошибки Вы сможете прочитать этот пост и поделиться со мной своими мыслями и наблюдениями по этому поводу Но знаете, когда ноты не написаны, это одна беда А вторая беда, это когда ноты написаны так, что ты не можешь их адекватно прочитать Это, на мой взгляд, еще хуже, чем первое И сегодня я покажу несколько примеров того, как нельзя ни в коем случае писать свои ноты Для тех, кто работает в оркестрах симфонических или профессиональных эстрадных Или для тех, кто ездил на контракт на большие круизные лайнеры Не секрет, что, возможно, такая ситуация, что вам дают ноты на репетиции У вас одна репетиция и сразу концерт И времени посмотреть партии, конечно же, нет Его нет физически И здесь встают два вопроса Первый, ваш профессионализм Ваше умение прочитать с листа все, что вы видите И умение аранжировщика написать ноты так, чтобы вам было легко И здесь я придерживаюсь такого принципа Сложная музыка должна быть написана предельно просто Предельно ясно, предельно чисто Музыка простая должна быть написана еще проще Сегодня я вам покажу несколько примеров нот, по которым мне лично приходилось играть Я, конечно же, не буду указывать авторов аранжировок и авторов музыки Чтобы не нарушать профессиональную тайну и не вызывать ибою хейта Но я сам им говорил, что так ноты писать нельзя Это плохо, это неудобно Поэтому сегодня я просто расскажу об этом вам Без указания, кто писал такие ноты Поехали! Начнем с простой музыки, конечно же Мы видим перед собой басовую партию аранжировки джазового стандарта Многие из вас задутся вопросом А кто здесь такого? На вид как будто бы все неплохо Но давайте копнем чуть глубже Первое, музыкант, когда видит ноты первый раз И если он их видит первый раз на концерте Он должен видеть все крупно и понятно Взгляните, как записана цифровка Она записана мелко и она написана не над нотным станом А внутри него Это вообще страшная боль Если уж вы пишете внутри нотного стана цифровку То это надо делать максимально крупно Теперь поставлю рядом свой вариант Взгляните, как выглядит у меня цифровка над нотным станом И она чуть более крупная Дальше, начало каждой новой части Внутри формы должно находиться в начале строчки Вот это принципиально важный момент Здесь он в целом наблюдался до буквы Е А потом что-то пошло не так Теперь смотрим, как этот момент решил я Как вы видите, у меня каждая буква начинается в начале новой строчки Следующий момент Это, собственно, цифровка У меня возникают большие вопросы к таким аккордам, как Си-бемоль-6 на басу ми-бемоль Но правда, зачем так писать? Если у вас бас ми-бемоль И вы сверху строите аккорд Си-бемоль-минор-6 То это просто ми-бемоль-9 Или, например, ре-минор-7 на басу соль и потом соль септ Я написал это как соль сус и соль септ Это удобнее Для тех, кто смотрит мое видео впервые Здесь появится ссылочка о видео, которое касается доминантовых аккордов Сегодня тема сложная Давайте сделаем небольшой перерыв И я вам напомню о том, что в ближайший понедельник, 29 числа В 8 вечера состоится мой первый полет в космос Состоится мой первый стрим на YouTube В котором я буду рассказывать о том, как пользоваться новым редактором в финале О всех каких-то фишечках, мулечках, которыми пользуюсь сам И я буду готов отвечать на ваши вопросы 29 понедельник в 8 часов вечера Забегайте, настрою все красиво Посидим, поговорим Идем дальше Знаки повтора, такие как сенью и фонарь Может быть кто-то из вас не знает, что обозначают эти знаки Когда у нас внутри формы есть сенью и фонарь Что первое сенью и первый фонарь мы проходим насквозь А дальше наше движение от второго сенью к первому сенью И когда мы подходим к фонарю второй раз То мы с фонаря идем на фонарь Мы доходим до 53 такта И сенью прыгаем на сенью на 21 такт Потом доходим до такта 41 И с него прыгаем на такт 53 Что конкретно здесь плохо с сенью и фонарями Когда мы видим такие знаки навигации Нам нужно предельно точно понимать куда мы возвращаемся Особенно если мы видим ноты первый раз Если мы заранее не увидели куда нам надо идти А потом мы видим знак И начинаем судорожно искать это место И поверьте наш глаз всегда будет искать это место слева Он никогда не будет искать его в центре или справа Мы ждем что это знак навигации как повтор новой части И мы хотим увидеть этот знак слева Смотрите что сделал я Я переместил сенью вот сюда Во-первых я его сделал крупным для слепых Вот я дохожу до сенью Во-первых первое сенью я поставил в конце строчки А сенью на которой я должен прыгать в начале строчки И мы физически идем Доходим до строчки И наш глаз ищет зону слева Он будет ее искать слева И он видит там сенью Он спокойно идет А когда он видит сенью справа Ему надо во-первых до него добежать А потом сменить строчку на следующую Потому что играть то ему вот с этого фа мажора Поэтому в данном случае велик шанс того Что басист облажается И это не проблема басиста в данном случае В данном случае это проблема аранжировщика Он написал ноты максимально недружелюбно И последнее Когда мы идем с фонаря на фонарь Чаще всего это выход на коду На окончание произведения И в данном случае есть такой психологический момент Мы идем на конец Нам надо произведение закончить Что здесь плохо? Фонарь первый может быть где угодно Он может оказаться в середине строчки Мы до него доходим И следующий фонарь тоже в середине строчки Это опять же визуально неудобно музыканту Неудобно для его глаз Посмотрите что сделал я Фонарь в который мы приходим на коду Он в начале строчки Это первое А второе Смотрите как я отделил коду Раздвинув партию Я сделал некий простор И в данном случае очень удобно Я подсказал что мы идем на коду Которая отделена В данном случае Аранжировщик перестраховался максимально И последнее Для меня как для басиста Непонятно здесь следующая история Есть несколько мест Где партия прописана конкретно нотами И это здорово Это значит что Аранжировщик просит от меня Как от басиста Сыграть конкретные ноты В данном случае у меня вопрос А на черта мне цифровка Чувак Ты мне написал ноты Я их играю И цифровка в данном случае для меня Лишняя ненужная информация Если бы ты хотел Чтоб я играл по цифровке Ты бы не писал мне ноты А так как ты мне написал ноты Нафига мне цифровка В коде крутится один и тот же басовый риф Он крутится на протяжении 7 тактов Первое Логично убрать цифровку Второе Логично поставить знаки Повтора этого такта Это намного упрощает Работу музыканта Он закинул себе В оперативную память Этот один такт И повторяет его 7 раз Зачем городить лишние ноты Это визуально неправильно Это неудобно И не несет вообще никакого смысла И теперь Взгляните на первые ноты слева И на мой вариант справа И просто ответьте себе Какой для вас более дружелюбен Чаще всего я по специфике играю партии контрабаса Бас-гитары Но давайте разберем партии того же самого произведения Что мы смотрели сейчас Для барабанов И для фортепьяно Партия фортепьяно И увидев ее Я в принципе хохотал в голос В одном из моих видео уроков Который касался нотации ритм секции Я произнес важную вещь Если вы можете записать партию инструмента цифровкой Делайте цифровкой Если не можете Пишите ноты Если вы хотите услышать от музыканта что-то конкретное Напишите ему это нотами Если аранжировщик понимает Что он не будет писать ноты А будет писать только цифровку Он может нотировать такой инструмент Как рояль Одноголосно Одной черт возьми линеечкой И что мы видим в данном случае Мы видим две линейки В которых занята только верхняя И то занята цифровкой А вторая Тупо всю дорогу пустая Смотрите В первых пяти тактах Ритмические обозначения Типа игра четвертями Я их подразумеваю так А дальше паузы Написана цифровка А в нотах то паузы Хм Тут бы я сыграю соль минор А тут бы я нажал до септ Но у меня пауза Я сижу У меня пауза ребят И конечно поймите В данном случае Когда мы работаем в нотном редакторе Создав партию для баса Мы бы смогли из нее Скопировать цифровку И все Идем дальше Партия барабанов Опять Та же самая проблема Поверьте мне Я бы смог сделать так Чтобы каждая Новая часть Начиналась С начала строчки Первое Что я совсем не понимаю Это когда люди пишут Ноты неудобно И одно дело Когда они пытаются Уместить все На одну страницу Или две И ты видишь их старания Окей Они сделали что-то неудобно Чтобы это было На двух страницах А иначе бы было на трех Ты это понимаешь Говоришь Окей Я с этим смирюсь Это может быть Но что мы видим здесь Здесь ноты сделаны неудобно И Они на двух страницах Ладно бы он Постарался Сжал И уместил это Как-то на одну Нет У него их Блин две Идем Во вступление Помните я говорил о том Что Если барабанщик Увидит слово Свинк И увидит Реально написанную Партию Как здесь Он подумает Что Вы идиот И это нормально И это правда так Ну окей В данном случае Мы написали это В одном такте Дальше поставили Знак повтора Это уже лучше Тут мы Типа спаслись Ну кстати Я сейчас Открою Аранжировку Этого же Аранжировчика А Нравится Ну круто же Правда Во первых Я никогда не видел Хай-хэт На второй Добавочный Если кто-то видел Напишите Смешная история С буквой С Аранжировщик Просит Начать Играть Не в хай-хэт А в тарелке В данном случае Лично я Пишу Словечко Райт Но в данном случае Аранжировщик Написал слова Цимбалс Который значит Тарелки Но написал Его Через о Что приводится Как символы Представляете Если бы Эту аранжировку Увидел Американский Барабанщик Аранжировщик Фортепиано И барабанов Дайте знать Мы Как бы Продолжим Этот выпуск Поговорим О Например Авторском джазе Есть музыканты Которые пишут Авторский джаз Я среди них Но всегда Когда я пишу Свои ноты Которые Кстати говоря Вы можете найти В группе ВК Квартия Дмитрия Семенищева Вы сможете найти В ноты Практически Всех Наших Произведений Если мне нужно Написать Что-то Сложное Я всегда Сделаю Это просто Когда мы Говорим Об авторском джазе Особенно О сложном Авторском джазе Когда музыкант Видит ноты В первый раз Ему должно Быть Удобно Их прочитать Но С чем Сталкивался Лично я Это Подвижный Авторский Вальс С не самой Очевидной Гармонией Здесь Вообще Нет Посредственности Типа 1-6-2-5 Каждый Новый Аккорд Зачастую Не связан Тонально С предыдущим И при этом Это вальс В очень Быстром Темпе Смотрите Как здесь Оформлена Страница С квадратом Для импровизации А часть Состоит Из 15 Тактов Б Часть Состоит Из 12 А2 Снова Состоит Из 15 Тактов Потом Часть Б2 В ней 10 Тактов Часть С1 В ней 8 Часть 2 В ней 9 И часть А3 В ней Снова 9 Тактов То есть Мы видим Кривую Неудобную Форму Которая Должна Быть Написана Предельно Просто Это Но Согласитесь Здесь Она Написана Так Что Ты Смотришь На Этой Крыш Че Ну Правда Я должен Это Прочесть И Я должен На Эту Последовательность Не самую Очевидную Плохо Написанную Например Импровизировать Ну Это же Лишние Проблемы Для Музыкантов Как Это Заканчивается На Концертах Плохо Это Заканчивается На Концертах Плохо Я Не Поленился Потратил Ровно 15 минут Своего Времени Ребята 15 Да Я Довольно Быстро Работаю В финале Но Все Таки Вот Эту Страницу Можно Сделать Красиво За 15 Минут Смотрите Вуаля Мы Не Можем Музыканту Давать В Одной Строчке 15 Тактов Музыки Да Это Одна Часть Но Поделите Ее Поделите Ее По Смыслу В данном Случае Например Я поделил 8 Плюс 7 Хотя Может Быть 7 Плюс 8 Это Тоже Важно Где Начало Фразы Гармонически И Мелодически Дальше Часть Б Я поделил 12 Тактов Ровно Пополам Часть А3 Точно Так же Я 15 Разделил На 8 7 Часть Б Окей В одну Строчку 9 Помести Красиво Тоже Супер Легло Но Смотрите Часть С2 У меня 9 Тактов Но Я их Поделил Как 4 И 5 Потому Что В одной Строчке Данная Посреди Аккордов Выглядела Очень Скучно А у Меня Еще Есть Место На Странице И Я Такой Окей Поделю 9 В данном Случай На 4 Плюс 5 Мне Показалось Логичным И В конце Еще 9 Тактов Они Уже Не Выглядит Скучно Они Выглядят Довольно Удобно Поставлю Теперь Их Рядом Слева Мы Видим Какой-то Ад Для Музыканта Который Если Он Его Увидел В Первый Раз Он Должен Непонятно Какого Уровня Музыкантам Чтобы Прочитать Это И Сыграть Здорово Справа Мы Видим Более Понятную Цифровку Которая Крупнее В Которой Мы Поделили Части Так Что Они Выглядят Здорово Понятно Удобно Максимально Лучше На мой Вгляд Это Не Сделать Никак Я Абсолютно Точно В ближайшее Время Уделю Один Выпуск К тому Как Я Пишу Лично Свою Музыку Как Я Решаю Какие-то Проблемы Нотного Написания Для Того Чтобы Моим Музыкантам На Репетициях И на Сцене Было Максимально Удобно С вами Был Дима Семенищев Увидимся Через Неделю Пока-пока Продолжение следует